МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 8 миллионов – это местный бюджет. Полы у нас везде уложены. Электрика выполнена на 80%. Плитка тоже уже везде выложена. Также работы везде ведутся. Пока плановые сроки сдачи 1 августа. В Алтайском районе более 20 детских садов. В этом году ремонт и благоустройство удалось провести в половине из них. Заменили кроватки, меняем технологическое оборудование. То есть работа не разовая, не эпизодическая. Системная работа по созданию нормальных условий для наших детей. Ну и, соответственно, содержание образования и в школах, и в садиках района. Мы с нашими коллегами обсуждаем новые обновленные программы, обновленные стандарты программы по детским садикам. Все время вознят какие-то вопросы, дискуссии. Во всех садиках установили новые детские площадки. Старые уже давно не соответствуют ГОСТам. После продолжительных поисков районная администрация наткнулась на поставщика из Таганрога. Он производит малые архитектурные формы, отвечающие современным стандартам качества. Но при этом стоимость вполне устроила. За счет большой партии удалось значительно снизить цену нашему руководителю управления образования, главу Алтайского района. Участвовали в переговорах по снижению цены. То есть эти площадки обошлись нам на порядок дешевле, чем другим организациям. И если бы эти площадки заказывало каждое поселение индивидуально. Не забыли и про благоустройство территории. Красивые клумбы дети могут оформить сами под контролем воспитателей. А вот проблему ям в асфальтовом покрытии должны решать квалифицированные специалисты. Травмы у ребятишек. То есть кто-то побежал, кто-то там не усмотрел. Они запинались, падали, разбивали коленки. Мамочки тоже некоторые запинались. Потому что если лето, кто-то на каблуках, тут не пройдешь. Произошла замена полностью покрытия асфальтового по территории. Замена кровли, которая тоже была в плачевном состоянии. Закуплено оборудование, пищеблок, младшую группу непосредственно тоже. И установка детской площадки новой. У каждого дошкольного образовательного учреждения свои запросы на ремонт. Администрация Алтайского района нашла подход ко всем. Например, в Потсинском детском саду «Радуга» с благоустройством все хорошо. Капитальный ремонт не нужен. Главным желанием воспитанников было отремонтировать бассейн. Физкультура у нас всегда стоит на первом месте. Поэтому по образовательной деятельности дети у нас два раза в неделю, у каждой возрастной группы занимаются в бассейне. Скоро нашему детскому саду будет уже 40 лет через год. И в бассейне не было у нас ремонта. И в этом году благодаря Ирине Ивановне Войновой и Ларисе Николаевне Гемазутиной произошло это чудо. И мы отремонтировали наш бассейн. Дети не могли дождаться, хотя ремонт длился всего месяц-полтора. Также во всем районе обновят детские веранды. Они будут просторными и современными. Те беседки, которые есть, в скором времени демонтируют, как и старые бетонные фигуры. Вместо них установят спортивные уголки. Первый уже готов, остальные на очереди. Сейчас появилось новое оборудование для игровой деятельности, для физического развития детей. Поэтому в данном случае этот участок используется как хозяевами группы, так и остальные ребятишки тоже время от времени здесь имеют возможность заниматься. То есть он своего рода как и мини-спортивная площадка, и мини-игровая площадка на территории сегодня. До конца 2023 года Алтайский район планирует потратить на ремонт из школ и детских садов более 45 миллионов рублей. При этом планы работы расписаны надолго. Это значит, что глобальные изменения только начинаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова